Темой данного урока является пространство имен, или говоря, англоязычной терминологией namespace. Пространство имен — это сопоставление наших имен, переменных, функций или будь то классов, и реальных объектов в оперативной памяти. Чаще всего мы сталкиваемся с пространствами имен, когда объявляем переменные, и затем пытаемся их использовать. Пускай у нас есть список A с значениями 2, 3 и 1. Как мы знаем, когда мы используем оператор присваивания, где-то в оперативной памяти у нас создается список, и A ссылается на объект списка. Затем, пускай бы мы присвоили B значение 14. В оперативной памяти ссылался бы объект 14, и B ссылался бы на этот объект. Мы знаем, что A ссылается на список, и мы знаем, что B ссылается на 14. Именно это множество ссылок от всех имен до объектов мы будем называть пространством имен. То есть у нас есть два имени A и B, и есть две ссылки. Это множество ссылок, это и будет пространство имен. Тогда если мы захотим создать переменную, мы должны будем добавить ее в пространство имен. Если бы мы объявили переменную C со значением строки ABC, мы бы, конечно, создали объект в оперативной памяти, C бы начало ссылаться на этот объект, а эту ссылку мы бы добавили в пространство имен. Чаще мы используем пространство имен, никогда переменные объявляем, а когда переменные переиспользуем. Пускай у нас есть... Создали бы мы переменную D, как отсортированный список A. Когда интерпретатор дошел бы до этой строки, он бы сначала исполнил правую часть оператора присваивания, чтобы узнать, что нужно присвоить. И тогда первый вопрос, который бы задал себе интерпретатор, а что же такое sorted? И тогда в каком-то из namespace он бы нашел имя sorted и узнал бы, что это функция, которая принимает один аргумент. Затем бы он спросил себя, а что же такое объект A, на что ссылается A и что нужно передать в качестве аргумента. В этом и есть рутинная работа пространства имен. В процессе работы мы создаем имена и связываем с ними какие-то объекты. Однако в любой момент времени мы можем спросить у пространства имен, а связан ли именно с конкретным именем какой-нибудь объект.